Правительство Севастополя добилось определения арбитражного суда о временном запрете работ на Матросском бульваре. Это обеспечительная мера до рассмотрения иска правительства к благотворительному фонду 35-я береговая батарея, фирме-подрядчику АКРА и охранному предприятию Рубеж. 21 декабря правительство обратилось в суд с исковым требованием не чинить препятствия в пользовании земельным участком, на котором расположен Матросский бульвар. Судебное заседание состоится 23 января, но 25 декабря арбитраж принял определение об обеспечении иска. В ближайшее время на бульваре могут появиться судебные приставы, чтобы обеспечить вывод людей и техники и опечатать входные ворота. Напомним, что 20 декабря в рамках параллельного дела арбитражный суд отказал ГБУ парки и скверы запрете работ по реконструкции. Также напомним, ранее губернатор Севастополя публично обещал всяческое содействие и помощь благотворительному фонду «35-я береговая батарея» в деле реконструкции, а также объяснял, почему доступ на Матросский бульвар закрыт. Мы полностью будем помогать в любом проекте, и в Матросском бульваре тоже. А доступ на территорию? Доступ на территорию, вообще доступ определяется самим застройщиком строительной организации. Если она рискует допускать людей нести ответственность за жизнь, конечно, она может это сделать. Но чаще бывает, что строительные компании огорашивают периметр стройки и выполняют работу. Поэтому вопрос должны адресовывать тем, кто там проводит работу. На щите информационная информация есть.